Издательский дом Ульяновская правда начинает цикл встреч с членами нового состава правительства Ульяновской области. Первым к нам в гости пришел Александр Шмекалин, которого губернатор Сергей Морозов видит во главе Кабинета Министра. Вместе с ним в студии сегодня присутствует директор Димитровградской компании «Призма» Татьяна Филимонова и директор областного агентства передовых технологий Сергей Голанд. Начнем с вас, Александр Александрович. Вспомните, когда вы впервые пришли на работу в здании областного правительства и какие у вас тогда возникли мысли? Ну, впервые я появился в здании областного правительства на четвертом курсе Ульяновского университета. К тот момент я учился на специальности государственного муниципального управления Ульяновского государственного университета. Я тогда пришел на стажировку в кадровую службу правительства. Целый месяц стажировался в этом направлении, как раз работал по направлению проектного офиса президентской программы подготовки управленческих кадров. А то, что касается работы, то это был уже 2002 год, сентябрь месяц, и с того момента я тружусь в структуре правительства, тогда администрации Ульяновской области. Вот уже более 14 лет, получается, поработал я в различных направлениях. В тот момент на своем первом этапе я пришел к главному специалистам отдела экономики бюджетной сферы администрации Ульяновской области. Тогда был департамент экономики в его структуре. И первое, с чего я начал, так скажем, свой карьерный путь, это с оценки эффективности деятельности учредения бюджетной сферы. На тот момент была сформирована соответствующая комиссия, я был ее ответственным секретарем. И в дальнейшем, на протяжении всех этих многих лет, так или иначе, я все время был связан с экономикой. Позже было уже принято решение назначения меня начальником отдела инвестиционной политики. И в дальнейшем уже с вопросами развития, эффективности, инноваций и инвестиций так, в общем-то, выстраивалась моя карьера. В этом направлении я продолжал работать. И сейчас считаю, что то направление, в котором я начинал работать, и то, чем я занимался, он остается по-прежнему актуальным для нашего региона. И сейчас, наверное, вопросы эффективности и, может быть, те навыки, которые я получил сам в начале своего трудового пути в администрацию Ульяновской области, сейчас они как никогда пригодятся. И мы будем работать и по направлению повышения эффективности деятельности наших структур, органов власти, подведомственных учреждений. Безусловно, мы будем продолжать заниматься развитием. Ну и самое важное, все ради чего мы это делаем, ради того, чтобы у нас была возможность обеспечивать исполнение всех взятых на себя социальных обязательств и обеспечить выполнение указов президента. Спасибо. А каких основных результатов за последние годы при вашем непосредственном участии добилась область в сфере привлечения инвестиций? На самом деле задача была очень сложная на первом этапе, потому что реальная работа по направлению формирования благоприятного инвестиционного климата началась после 2005 года. Именно тогда был принят закон Ульяновской области о развитии инвестиционной деятельности. Именно тогда губернатор Сергей Иванович Морозов определил это в качестве основного приоритета. И по факту тогда это было вынесено в отдельное проектное направление. Стартовали мы не с самых лучших позиций. Чуть более 11 миллиардов рублей был на тот момент объем инвестиций, привлекаемый в экономику Ульяновской области. По итогам прошлого года это уже 90 миллиардов рублей. Неплохая динамика, на мой взгляд. Нас признали на международном уровне. Большое количество иностранных компаний пришло к нам в регион. Знаковых компаний. Создано, что самое важное, очень серьезное количество рабочих мест. Только именно крупными и средними предприятиями создано более 20 тысяч новых рабочих мест. Соответственно, предприятия, которые окружают этот бизнес, в том числе и средний, и малый бизнес, которые в том числе и обслуживают эти компании, вступают с ними в очень серьезную кооперацию. На самом деле, десятки тысяч новых рабочих мест. И это на самом деле очень хорошо. Причем стоит ответить, что это не рабочие места с заработной платой на уровне прожиточного минимума. Все проекты, которые приходят к нам в регион, крупные проекты, которые претендуют на меры государственной поддержки, они законодательно обязаны обеспечить уровень заработной платы, который значительно превышает уровень средней заработной платы по региону. Так, например, если бизнес-проект реализуется в городе Ульяновске, то это коэффициент полтора к существующей заработной плате. Если, соответственно, это город Димитровград, то коэффициент 1,25, и если это в сельской местности проект реализуется, то он точно должен, средняя заработная плата по предприятию должна быть не ниже средней по области. Поэтому мы не говорим о создании низкоквалифицированных рабочих мест, мы говорим о рабочих местах, которые получают реально достойную заработную плату. Понятно, мы будем стремиться к большему, и такая задача перед нами стоит, но я думаю, что это не самый плохий результат, не самый плохий показатель. Скажите, пожалуйста, каких цифр в инвестиционной сфере можно ждать по итогам 2016 года? 2016 год – непростой год. Объясню почему. Мы показывали очень хорошие показатели в 2015 году, потому что большое количество проектов, несмотря на кризис, несмотря на санкции, которые были предъявлены Российской Федерацией, они продолжали реализовываться, и, в общем-то, мы удержали этот темп. Есть много компаний, которые пришло к нам в регион за это время, но 2014-2015 год, нужно признать, по активности в части прихода новых крупных инвесторов был не самый показательный. Сейчас мы восстановили эту динамику, но многие проекты выходят, так скажем, выйдут на полную мощность только буквально в следующем году. В этом году мы рассчитываем на то, что мы сохраним уровень привлекаемых объемов инвестиций как минимум на уровне прошлого года, но надеемся, что сделаем шаг вперед. Безусловно, будут колебания в течение года, колебания, возможно, по итогам третьего квартала в ту или иную сторону, но по итогам шести месяцев мы показали динамику небольшую, то есть всего лишь 1%, но этот 1% измеряется в сопоставимых цифрах. В сопоставимых цифрах это значит с корректировкой на инфляцию, а этот 1% стоит нам как минимум 2-2,5 млрд. рублей при росте по итогам прошлого года. Сейчас мы оцениваем объективную ситуацию и по итогам трех кварталов мы ожидаем, что будет возможна небольшая просадка, потому что в прошлом году в это время были большие сдачи объемов инвестиций. Это компания Bridgestone завершала свои строительные работы, соответственно, и завозила оборудование. Еще ряд компаний, которые сдавали свои объекты в эксплуатацию, возможно, будет небольшая просадка, но по итогам года мы планируем выйти на те показатели, которые запланировали, они точно будут не ниже, чем в прошлом году. Вспомните, а какой первый крупный инвестор появился в области при вашем непосредственном участии? Первое, что хотелось бы сказать, то, что нельзя говорить о непосредственно моем участии, потому что на тот момент работала вся команда. Реально команда развития формировалась в 2005-2006-2007 году, и это был на тот момент, так скажем, серьезный блок, но мы много учились. И первая крупная компания, компания с иностранным участием, которые пришли к нам в регион и приняли решение о реализации своих проектов, это были немецкая компания «Кварцверки», соответственно, на тот момент британская компания «Сабмиллер», сейчас это компания «Эфес», и американская компания «Марс». Вот это первые знаковые проекты, которые зашли в наш регион, на которых и совместно с которыми мы учились, понимали, что нужно инвестору, учились разговаривать с ним на одном языке, формировали нашу нормативную правовую базу, которая в дальнейшем легла в основу и многих мер государственной поддержки, ну и сейчас очень высоко оценивается экспертами, и секрет этого в том, что мы шли от потребностей, не от того, что как мы это видим, чтобы мы хотели или мы могли туда включить, секрет состоит в том, что мы постоянно общались с инвестором и пытались понять, что же ему нужно для того, чтобы он эффективно функционировал. Именно тогда появился индустриальный парк «За Волжи», именно тогда появились наши налоговые льготы и преференции, именно тогда появилась структура, которая занималась полностью техническим сопровождением, и именно тогда мы приняли решение о том, что мы берем на себя полностью под ключ все функции по получению технических условий, оформлению разрешительных документаций, сопровождению проекта по всем нашим бюрократическим процедурам, и это показало то, что на самом деле это довольно-таки эффективно. После этого были и многие другие компании, это и Токат, и Бриджстоун, и Шеффлер, и многие-многие другие, Джокей Пластик, и сейчас мы выходим уже на уровень, так скажем, более серьезный, мы привлекаем высокотехнологичные компании, машиностроительные компании, это компании ДМГ Мори, компании Тримил, которые пришли к нам в регион, мы начинаем строить парки альтернативной энергетики, и в дальнейшем будем развиваться именно таким направлением. А в настоящее время довольно серьезное внимание уделяется развитию и диверсификации экономики Димитровграда. Скажите, что сегодня делается в этом направлении? Город Димитровград на самом деле это очень уникальная площадка, уникальная с нескольких сторон. Мы, когда совместно с администрацией города Димитровграда сформировали совместную команду по поручению Сергея Ивановича, потому что мы понимали, что потенциал этого города недостаточно эффективно используется, и включение города Димитровграда, моногорода первой категории показало то, что на самом деле ситуация требует серьезного вмешательства и понимания, какое будущее у этого города. И здесь, благодаря экспертам фонда моногородов, экспертам школы Сколково, нам удалось сформировать серьезную комплексную программу, которая включает в себя три серьезных блока. Развитие и диверсификация промышленности города. Первое, что нацелена данная программа, это все, что касается развития действующих предприятий. Компетенции на самом деле очень высокие. Очень высокие компетенции у предприятий, связанных с металлообработкой, машиностроением, приборостроением. Одна компания «Сосны», НПО «Сосны», которая завоевала признание не только на всероссийском уровне, но и за пределами Российской Федерации, чего стоит по своему техническому уровню подготовки своих специалистов. Но и действующие предприятия, в том числе предприятия, которые производят автомобильные компоненты, мы поняли, что они понимают, куда им двигаться, они понимают, как им диверсифицироваться, они понимают, как им завоевать свои позиции на рынке, но для этого им требуется помощь. Где-то серьезная помощь, где-то незначительная помощь с точки зрения решения административных проблем. И первый блок, с которым мы начали работать, это с действующими предприятиями, оценка их перспектив развития, оценка, каким образом мы можем им помочь. Именно тогда мы развернули в направлении поддержки предприятий, развивающихся на территории моногородов, наши все институты развития и фонд развития промышленности и меры поддержки по линии малого и среднего предпринимательства. Второй блок – это создание новых структур и новых, так скажем, институтов развития, которые сейчас плотно занимаются малым и средним предпринимательством и поддержкой. Сейчас мы строим новый индустриальный парк с вводом в эксплуатацию медицинского центра высокотехнологичной медицинской радиологии, который реализует Федеральное медико-биологическое агентство. Мы считаем, что будет очень серьезный толчок для развития индустрии гостеприимства, индустрии медицинского туризма в городе Димитровграде. Но и мы рассчитываем, что вокруг него тоже будет формироваться ореол проектов малого и среднего бизнеса, в том числе высокотехнологичного, связанного с производством радиофармпрепаратов, производством медицинских компонентов и так далее. Ну и, безусловно, третий элемент – это использование потенциала научно-исследовательского центра атомных реакторов. Не зря ему в этом году, в сентябре, был присвоен статус Международного центра коллективного пользования МАГАТЭ. Это второй центр в мире такого высокого уровня. И с завершением реализации проектов многоцелевого быстрой исследовательского реактора, полирадиохимического комплекса, его значение в мировом масштабе только возрастет. Теперь я хочу спросить представителя Димитровградского бизнеса, главу компании «Призма». А Татьяна Петровна, скажите, как вы оцениваете меры поддержки, которые правительство Ульяновской области оказывает промышленному предприятию? Мы, как малое предприятие, сами испытали и сами узнали, что такое помощь правительству Ульяновской области. Первоначально нами были получены субсидии на уже купленное оборудование, что позволило воплотить некоторые небольшие идеи. И большим, следующим серьезным шагом, он был сделан совершенно недавно, был получен займ от Фонда развития предпринимательства. Данный займ для нашей компании является очень важным, потому что при помощи данных финансовых средств мы сможем воплотить свои планы по созданию запуска нового продукта, который в дальнейшем позволит не только создать новые рабочие места, но и увеличить наш оборот, что приведет к увеличению уплаты налогов, что пополнит казну. Александр Александрович, оцените проделанную вами работу во главе блока развития, если можно по третьей бальной шкале. Ну, самого себя, наверное, оценивать нескромно. Поэтому есть работодатель основной, это губернатор, безусловно, и эксперты, представители общественности, которые могли бы оценить эту работу. Ежегодно я, как на посту первого заместителя председателя правительства, в соответствии с законодательством, представляю результаты работы блока развития на общественной палате. Последние три года, которые я представлял этот отчет, общественная палата достаточно высоко оценила результаты, для нас это на самом деле очень важно, потому что те задачи, которые мы перед собой ставили, мы выполняли. Сейчас мы понимаем, что основная задача блока развития – это обеспечить создание рабочих мест, устойчивый рост заработной платы и доходов бюджета Ульяновской области. Мы ежегодно создаем от 4 до 5 тысяч новых рабочих мест в сфере высокотехнологичной экономики, в сфере реализации крупных инвестиционных проектов, это, наверное, неплохо. Мы создаем более 10 тысяч новых рабочих мест, от 10 до 15 тысяч рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, и это тоже неплохой показатель, на наш взгляд. По итогам 7-8 даже уже месяцев, и вот сейчас по 9 месяцам мы подвели итоги, это мы тоже сохраняем высокие темпы роста собственных доходов экономики Ульяновской области, бюджета Ульяновской области. 30% рост по собственным доходам по итогам прошлого года – это тоже определенный показатель, потому что это результаты начала реализации и уже выхода на полную мощь из тех проектов, которыми мы занимались. Это тоже, наверное, не самый плохой результат, но впереди еще много чего нужно делать, поэтому еще раз говорю, оценки давать, наверное, еще рано. Есть проекты, которые находятся в стадии запуска, и я думаю, что у нас все получится. Мы с вами поговорили о том, что было. Давайте перейдем к тому, что будет. Начнем с такого вопроса. Чем вызвана необходимость разделения функций полномочий губернатора и председателя областного правительства? Наверное, с тем, что Ульяновская область, экономика Ульяновской области и система управления Ульяновской области уходит на принципиально новый уровень. На протяжении последних 10 лет выполнялись две основные задачи. Очень серьезные, очень крупные задачи. Первый этап – это стабилизировать экономику Ульяновской области, восстановить то, что было создано в советские годы и, соответственно, обеспечить эффективный функционирование тех предприятий, которые уже были построены на территории региона. Второй этап – это формирование диверсифицированной экономики, формирование экономики конкурентноспособной, формирование экономики, которая позволит нам адекватно реагировать на внешние колебания и на, так скажем, возможные изменения экономической ситуации достаточно спокойно и удержать ситуацию под контролем. Сейчас у нас это понимание есть. И, в общем-то, та экономика, которая сейчас сформирована, те предприятия, которые были построены новые, запущены новые, позволяют нам это делать и уверенно смотреть в будущее. Но есть очень серьезная задача. Нам надо сделать так, чтобы жители Ульяновской области чувствовали себя спокойно и уверенно не только в сегодняшнем дне, но и в завтрашнем дне. Мы должны стать, как поставил задачу губернатор нам, устойчивым регионом, регионом-лидером Российской Федерации, регионом, который заметен на внешней арене и регионом, который обеспечивает исполнение всех социальных обязательств перед жителями нашей области. И жители нашей области должны уверенно себя здесь чувствовать, им должно быть здесь комфортно жить и работать. А для этого нам надо строить экономику уже завтрашнего дня, потому что мир меняется очень быстро, мир меняется стремительно, и без международной кооперации, без создания здесь компаний, которые производят технологии, изменяют технологии, которые встроены в глобальные мировые цепочки, нам придется очень-очень тяжело. Поэтому у нас есть конкретные задачи по развитию действующих площадок портовой особой экономической зоны Димитровграда, региональных индустриальных парков в городе Ульяновске, Димитровграде, Новоспасске, Инзе. И есть один очень крупный проект, проект создания нашего технокампуса 2.0, как мы его называем, который призван как раз именно стать тем катализатором создания малых, а в дальнейшем крупных предприятий, которые будут именно производителем технологий, будут конкурентно способны, высокомаржинальны, и которые смогут привлечь в регион специалистов мирового уровня, а также дать возможность нашим ребятам здесь найти высокооплачиваемую, интересную работу. Скажите, что входит в ваш новый, а довольно широкий, округ полномочий? Круг полномочий правительства начерчен, сейчас он проходит юридическое оформление соответствующее. Безусловно, это обеспечение всей необходимой инфраструктуры жизнедеятельности региона. То есть, это первая задача, которую мы должны будем со своими коллегами решить, то, что все структуры, инженерные структуры, транспортные структуры, структуры социального обеспечения должны работать без перебоя. Вторая основная задача – это то, что мы должны сделать так, чтобы вся эта инфраструктура, и социальная, инженерная, и деловая бизнес-инфраструктура, безусловно, совершенствовалась. Мы должны определить приоритеты развития региона в рамках приоритетов, безусловно, федерального центра. 11 приоритетных направлений уже обозначены. Мы определяем дополнительно сейчас свои приоритеты. Это связано и в рамках развития региона, и в рамках социального обслуживания. Безусловно, мы будем большое внимание уделять развитию модернизации системы образования, здравоохранения. Нас не устраивает качество тех социальных услуг, которые мы на сегодняшний день оказываем. Мы понимаем, что мы много объектов построили, много модернизировали, но нужно изменять и сам подход к оказанию этих услуг. Безусловно, все, что касается эффективности, это тоже будет для нас приоритетом, но и очень немаловажное направление – это распространение положительного опыта, так скажем, диверсификации экономики не только на центральные, так скажем, наши населенные пункты, город Ульяновск, город Димитровград, Новоспаск. Мы должны распространить, диверсифицировать всю эту систему на территорию по максимуму всех муниципальных образований по возможности, потому что территория может быть устойчивой только тогда, когда и муниципальное образование тоже чувствует себя достаточно комфортно. Пришло время задать вопрос еще одному нашему гостю. Сергей Семенович, вы возглавляете областную структуру, но тем не менее находитесь немного в стороне от исполнительной власти. Какой новый импульс и какой новый толчок, на ваш взгляд, может дать развитию Ульяновской области новый состав о правительствах? Вопрос очень интересный, и я могу сказать, куда пойдет Ульяновская область, можно определить уже по первому заявлению губернатора, что председателем правительства станет Александра Александровича Шмикалин. Значит, во главу угла становятся действительно инвестиции, инновации, два движителя, без которых современный регион просто невозможен. и это не просто слова. Я говорю, каждый член правительства безусловно должен внутри себя пересмотреть и с этих позиций, насколько он способен сейчас это делать, внедрять новые технологии, будь то образование, будь то здравоохранение, об этом уже сегодня говорилось, но в голове у каждого должно быть точно, что должны в его сферу привлекаться новые инвестиции, и эти инвестиции безусловно должны в современные технологии. И в этой совокупности безусловно и будет определяться политика нового правительства, и знаковым, повторяю, это назначение председателем правительства Смекалин Александр Александрович. Спасибо. А вернемся к Александру Александровичу. Если говорить всем понятным языком, получится, что вы будете руководить всеми чиновниками области. Насколько жесткой станет неизбежная реформа муниципального и регионального управления? Мы уже провели очень серьезные консультации с Сергеем Ивановичем по этому вопросу. Мы понимаем, что новое правительство должно быть в первую очередь высокопрофессиональным. Безусловно, много специалистов, которые работают в нынешнем составе правительства, они сохранят свои позиции. Я говорю и о Екатерине Владимировне Уба, которая довольно-таки успешно руководит социальным блоком, и Андрей Сергеевич Тюрин, который является очень большим профессионалом в сфере реального сектора экономики. Мы будем привлекать и специалистов из внешнего контура. Мы сейчас проводим очень серьезные консультации переговорами с специалистами в сфере развития. Думаю, что мы должны привлекать новую кровь в это направление, чтобы не остановиться в каком-то своем развитии. Мы должны сформировать правительство и сократить определенные уровни управления, для того, чтобы более оперативно проходили сигналы, потому что жизнь меняется очень быстро, реагировать на нее и на ее изменения, еще раз повторю, надо тоже очень быстро. Мы должны сократить неэффективные расходы, а мы вынуждены признать, что они есть, причем сократить эти неэффективные расходы как в структуре управления регионом, так и на уровне муниципалитетов, так и в подведомственной сфере, потому что мы зачастую видим, что решения, порой принимающие, принимают, которые по финансированию, созданию тех или иных структурных подразделений или, так скажем, подведомственной сети, они не всегда достигают того эффекта, который хотелось бы. Мы, безусловно, продолжим внедрение проектного принципа управления, и на этой основе будет приниматься каждое решение о введении в государственные целевые программы того или иного мероприятия, того или иного объекта. Для этого уже сформированы все предпосылки, как я считаю, уже бюджет следующего года, который мы формировали с коллегами, на 97% практически сформирован по программному целевому методу, 97% всех расходов прописанных в государственных программах, и каждая копейка должна четко приносить конкретный эффект. Мы должны об этом думать сейчас, мы должны на это ориентироваться. И только это позволит нам те пока еще небольшие средства, которые есть в нашем бюджете, направить на удовлетворение потребностей наших граждан и населения, и также обеспечить развитие региона. Какие-то конкретные, первые шаги, которые вы сделаете после вступления в должность, уже известно? Первое, безусловно, нам необходимо сформировать правительство, эта работа сейчас ведется очень активно. Второй момент, как я уже сказал, мы переходим на рассмотрение по программному принципу каждого мероприятия, которое будет у нас реализован. Третий момент, мы, безусловно, не обойдемся без определенного, так скажем, оптимизации штатов, но мы будем вынуждены внедрять очень серьезно систему электронного документа, оборот, совершенствовать ее, уходить от той рутины, которая есть, и, так скажем, неэффективного затягивания сроков по согласованию документации, это тоже понятно, но и, безусловно, мы понимаем, что сейчас мы начнем выстраивать четкое взаимодействие с муниципальным образованием, продолжим выстраивать по принципу как раз взаимодействия, как выстраивается с нами федеральный центр. Мы должны четко определить принцип ответственности, мы будем поддерживать те муниципальные образования, которые понимают, как они развиваются, понимают, что они будут делать. Мы уже сформировали целый ряд инструментов по поддержке их инициатив, это и фонд народных инициатив, и, соответственно, народный бюджет, и все, что касается на сегодняшний день поддержки в рамках закона монопрофильных населенных пунктов, которых большое количество на территории муниципальных образований. И именно с этой точки зрения мы будем подходить к ним. Если муниципалитет понимает, как он будет развиваться, понимает, как он видит себя в будущем, безусловно, мы будем помогать. Если муниципалитет не, так скажем, осознает, как он в дальнейшем будет выстраивать свою экономику, выстраивать свою реформацию, свою социальную инфраструктуру, безусловно, будем помогать ему методически, мы будем помогать ему вырабатывать собственные программы развития, И только после этого мы будем вкладывать туда финансирование. Хорошо. И последний вопрос. Не так давно вы сказали одну замечательную, на мой взгляд, фразу «Я не политик, я менеджер». Но за эту фразу уже уцепились оппоненты действующей власти и высказали большое недоумение. Мол, как это во главе правительства будет стоять «не политик». Что вы им ответите? — Первое, что хотелось бы ответить, да, я эту произнес фразу, когда был уже еще на другом посту. Понятно, что есть еще одна крылатая фраза, да, если ты не занимаешься политикой, то она занимается тобой. В любом случае невозможно управлять регионом и возглавлять на одной из ветвей исполнительной власти, не погружаясь в политическую составляющую. Но, повторюсь, правительство — это в первую очередь исполнительный орган власти. Это орган власти, который должен обеспечить функционирование региона, обеспечить удовлетворение потребностей жителей региона, обеспечить развитие региона, формирование базисов. Это в первую очередь. Задача, так скажем, политического блока, в том числе, это будет сконцентрировано в администрации губернатора. Безусловно, мы с ними работаем в полном контакте. Здесь у нас никаких противоречий нет, и нельзя заниматься либо тем, либо тем. То есть, понятно, что на этом уровне управления, безусловно, все эти вопросы будут переплетаться. Возможно, мне придется осваивать новые знания, новые компетенции. Я думаю, что все впереди, все в наших руках. Спасибо большое и всем успехов и удачи. Спасибо. Спасибо.